Добрый день, друзья! И я продолжаю делиться с вами рецептами хлеба из кукурузной муки. И сегодня будет сдобный хлеб с добавлением изюма, кураги и сливочного масла. По вкусу он напоминает сладкую вкусную булочку. Рецепт этого хлеба будет на основе опары спелое тесто, которое точно так же, как и закваска, проходит длительную ферментацию. Поэтому скорее записывайте рецепт и приступайте к его приготовлению. На первом этапе нужно подготовить заварку, опару и добавки, такие как изюм и курагу. Начнем с заварки. Для этого я взвешиваю в миску 130 грамм кукурузной муки и заливаю ее кипятком. Кипятка понадобится 200 грамм. Теперь нужно все перемешать до полного увлажнения заварки. После этого миску я накрываю фольгой и оставляю заварку на столе приблизительно на 1 час. Как только она остынет, я ее переставлю в холодильник минимум на 6-7 часов. Опара спелое тесто готовится очень просто. Нужно смешать все ее ингредиенты и размешать их до однородности. Поэтому я сейчас взвешиваю в миску 115 грамм пшеничной муки высшего сорта. Затем добавляю 0,4 грамма сухих быстродействующих дрожжей. Сухие дрожжи нужно смешать с мукой. Но если у вас будут свежие дрожжи, то их предварительно нужно растворить в воде, а потом уже добавлять в муку. После этого я добавляю 2 грамма соли. И в самом конце нужно добавить 75 грамм воды, температура которой около 19 градусов. Теперь эту опару я накрываю пленкой и оставляю на столе на 6-7 часов при температуре плюс 24 градуса. Но можно такую опару оставить на 1 час при комнатной температуре, а потом поставить ее в холодильник минимум на 7 часов, где температура около 4 градусов. Хотя такая опара прекрасно хранится в холоде до 48 часов. И еще одна предварительная подготовка это изюм и курага. Их необходимо залить кипятком на 15 минут. Потом воду сливаем, перекладываем изюм и курагу на салфетку и оставляем просыхать на 6-7 часов. Хотя перед внесением кураги в тесто ее необходимо будет нарезать мелкими кусочками. Опару для хлеба я готовила с вечера, поэтому утром у меня уже опара полностью готова. Для этого ей понадобилось почти 7 часов при температуре плюс 24 градуса. Теперь эту опару я накрываю пленкой и временно ставлю в холодильник, пока я не приготовлю тесто. Поэтому я сейчас взвешиваю в отдельную миску 250 грамм пшеничной муки высшего сорта, а затем добавляю 0,8 грамма сухих быстродействующих дрожжей. Если же у вас будут свежие дрожжи, то их понадобится 2,1 грамма и их предварительно нужно растворить в воде. Затем я добавляю кукурузную заварку, которую подготовила вчера вечером. Эту заварку я достала за час до замеса теста из холодильника и оставила при комнатной температуре. Затем я добавляю 50 грамм воды. И теперь необходимо все ингредиенты смешать до однородности. Сейчас тесто вам покажется слишком плотным, но так и должно быть. После автолиза вы сможете точно понять, нужно ли добавлять дополнительную воду или нет. Но если все же сейчас вам очень сложно вымешать тесто, то смело добавьте 20 грамм воды. Вымешивать удобнее всего рукой. После смешивания накройте миску пленкой и оставьте в холодильнике на 30 минут на автолиз. После автолиза я продолжаю готовить тесто. Сейчас я проверяю тесто на консистенцию. И так как тесто комфортное, то я дополнительной воды не добавляю. Но если у вас другая ситуация, то обязательно добавьте в тесто около 20-30 грамм воды. Теперь нужно в миску с тестом переложить опару. Я сначала ее смешиваю скребком, а потом перекладываю все тесто на стол и вымешиваю уже руками. Тесто с большим процентом укурузной муки не получится вымешать до хорошо развитой гликовины. Но до однородности вымешать все же вам придется. Для этого мне понадобилось около 5 минут. После этого я добавляю в тесто 20 грамм сахара. И продолжаю замес еще около 2 минут. Затем я добавляю 5 грамм мелкой морской соли и вымешиваю еще около 2 минут. И в самом конце я добавляю 30 грамм размягченного сливочного масла. Как только масло полностью войдет в тесто, добавьте изюм и курагу. Здесь больше не требуется интенсивного замеса, просто смешайте сухофрукты с тестом. После замеса я перекладываю тесто в миску, смазанную растительным маслом. Сверху накрываю пленкой и оставляю на расстойку на 2,5-3 часа при температуре плюс 24 градуса. Через каждый час брожения теста необходимо будет выполнить его обминки. Для этого я растягиваю тесто постепенно со всех сторон и складываю к центру. После обминки накройте тесто снова пленкой и оставьте дальше на брожение еще на 1 час. Вторую обминку теста я делаю снова через 1 час. Способ обминки совершенно не имеет значения. Можно вообще переложить тесто на стол, растянуть его и сложить конвертом. После обминки оставьте тесто еще на 1 час. И через час проверьте, хорошо ли оно выбродило. Если да, то вы можете делать ему предформовку. Если нет, то вам придется еще оставить тесто на брожение на некоторое время. Мне же понадобилось сделать третью обминку теста и оставить его потом еще на брожении на 30 минут. Мое тесто находилось на брожении всего 3,5 часа. Так как тесто это плотное, то оно бродит медленно. Теперь я могу дальше с ним работать. Я перекладываю тесто на стол и разделяю его скребком на две части. Каждую половину теста нужно округлить. Это можно сделать руками или скребком. После предформовки будущие заготовки накройте пленкой или мисками и оставьте на отлежку на 15 минут. Теперь можно сформовать заготовки. Способ формовки выбирайте тот, который вам больше всего нравится. Я же буду формовать в виде батончиков. Сформованные заготовки я сразу перекладываю на пергамент. Сверху нужно их накрыть пленкой и оставить на расстойку на 1-2 часа. Время расстойки определяйте самостоятельно по внешнему виду заготовки. Например, очень эффективный способ проверки заготовки на готовность это нажать кончиками пальцев на тесто. Если след от нажатия разравнивается медленно, то заготовку можно отправлять в духовку. Продолжение следует... За полчаса до окончания расстойки по желанию вы сможете заготовки сверху смазать яйцом. Яйцо я предварительно размешала венчиком. И за эти полчаса заготовку оставьте при комнатной температуре, ничем не накрывая. Продолжение следует... Прошло 2,5 часа расстойки и теперь заготовки можно отправлять в духовку. Духовку я заранее разогрела до температуры 240 градусов. И в ней также я сразу грею кастрюлю, в которой буду выпекать этот хлеб. Теперь я беру первую заготовку и еще раз смазываю сверху ее яйцом. А вторую заготовку на это время ставлю в холодильник, пока будет выпекаться первый хлеб. Потом на заготовке я делаю надрез и сразу же перекладываю ее на раскаленную крышку от кастрюли. Потом накрываю сверху основной частью кастрюли и отправляю ее в духовку. Выпечка при температуре 240 градусов в течение 15 минут под колпаком. Потом колпак нужно снять и продолжить выпечку еще 13-15 минут при температуре 200 градусов. Если верх хлеба будет сильно румянится, то сверху его накройте фольгой. После выпечки готовый хлеб переложите на решетку и оставьте до полного остывания. После выпечки первого хлеба я достаю из холодильника вторую заготовку, смазываю ее яйцом и сверху делаю надрезы. А потом перекладываю на раскаленную крышку от кастрюли, накрываю основной частью кастрюли и отправляю в духовку. Режим выпечки тот же. Сдобный кукурузный хлеб это настоящая вкусная булочка. И сложно удержаться, чтобы его не попробовать сразу после выпечки. Кукурузная мука тоже чувствуется во вкусе, а также делает мякиш аппетитного золотистого цвета. Если у вас появились вопросы по этому рецепту, то пишите их внизу под видео. Я с радостью вам помогу. Я желаю вам вкусного хлеба и хорошего настроения. Скоро увидимся. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok